Подарок столетию белорусского кинематографа. Дебютный полнометражный фильм режиссёра Кирилла Халецкого «Киношники» произвёл фурор. Картина открыла 29-й Минский международный кинофестиваль «Листопад» и завоевала не только зрительскую любовь, но и награду за искренность и жизнерадостность в номинации «Кино молодых», а также специальный приз Мингорсполкома. А когда же стал вопрос, про что снимать кино, мы с моим соавтором Константином Бакулиным начали обсуждать темы, и вот именно идея киношников, она пришла в голову мне, потому что я уже около 4-5 лет в этой сфере что-то где-то видел, и мне вся эта вот закулисная жизнь кажется очень интересной, она такая магическая, она закрытая, что же там по ту сторону экрана. В Бобруйске в мир кино зрители погружаются вместе с автором и актёром картины. Комедийная история «Киношники» рассказывает о творческом пути молодого режиссёра Николая, который вопреки всем трудностям стремится к мечте. Для Станислава Пекарского главная роль – дебют. Я рад, что моя работа под бдительным руководством и чутким Кирилла принесла такие замечательные плоды. Это какие-то непередаваемые ощущения, то есть это та, это дебют, это большая ответственность, и то, как люди принимают, Бобруйск принял просто замечательно. Мне девочка резиночку подарила, посмотрите, какую розовую, прекрасную. А это что-то стоит. Много кто говорит, что режиссёры снимают кино про себя. И я вообще не исключение. Я так и говорю, я прям в лоб снял кино сам про себя. Про свои первые шаги и про киностудию. Хотелось показать, с чего же начать, как придумать сценарий, как собрать группу, какие могут быть подводные камни. Режиссёр буквально создаёт путеводитель во вселенную искусства после просмотра фильма «Творческий диалог». Когда говорят на простом языке о самом важном, это цепляет. Вот и бобруйчане не остаются равнодушными. В адрес талантливых гостей бесконечный поток вопросов и тёплые слова благодарности. Вдохновляющий, очень весёлый, простой, лёгкий. Очень понравился. Всем рекомендую посмотреть, просмотру. Это прекрасный дебют для режиссёра. Это хороший вклад в белорусское кино. Круто, что вообще сюда приехали, что они нашли возможность. И не такие, какие есть разные артисты, которые хотят от своих фанатов подальше. Ну, вообще, они очень ваушные ребята. Мне очень понравилось в этом фильме то, что было множество отсылок на классический синематограф. Своей профессии отдаётся человеку, который любит её. Всё сделано с душой, с сердцем. 95 человек съёмочной команды, 24 профессиональных дебюта. Снята картина за 21 день, смонтирована за 9. В киношниках большое количество отсылок к мировому кинематографу. В изобилии рассуждения о природе искусства. И это только начало. Мы где-то до марта, до апреля, мы посмотрим статистику по нашему фильму. Рейтинги, отзывы зрителей, сборы. И поймём, нужно ли снимать продолжение. У зрителей уже есть такая возможность подать заявку. Проверяйте свои кинозалы. Там есть всё, что нужно, чтобы это сделать. Команда киношников дарит уникальный шанс стать частью продолжения фильма. В роли зрителя – ассистента, музыканта, сценариста и даже актёра. Чтобы поверить в свои силы, достаточно просто посмотреть картину. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.